Житель советского района Самары Роман не платил своему ребенку алименты. В итоге набежало 200 тысяч рублей. Судебные приставы не раз приходили к должнику и убеждали погасить долг. Но разговоры результата не дали. Сегодня приставы описали имущество Романа и наложили арест. Если в ближайшие дни долг по алиментам не будет погашен, все будет продано с молотка. С ребенком я виделся периодически, что-то ему выделял, какие-то деньги. С работы проблемы были? Конечно, нужно. Если есть деньги, мне не жалко. Но когда их нету, то откуда их взять? Ну да, стоянку-то надо. Я же так колынул все время. Другой житель советского района задолжал своему ребенку еще больше. Свыше 300 тысяч рублей. Но он пытался работать, поэтому приставы отнеслись к нему более лояльно. И пока ограничились предупреждением. С работы не знаю, то получается, то не получается. Договариваешься на одно получается. Ну, пока не получается. Вот принесли какую-то бумажку в центр занятости. Такие рейды по должникам судебные приставы советского района проводят регулярно. Цель – побудить нерадивых отцов погасить задолженность перед собственными детьми. За текущий год в пользу несовершеннолетних с должников было взыскано более 40 миллионов рублей. В результате проведенных рейдов составлено 62 протокола об административных правонарушениях за неуплату алиментов. И возбуждено около 30 уголовных дел за уклонение от исполнения обязательств по содержанию детей. Более значимой и действующей мерой для оплаты долга является ограничение на выезд. В отделении судебных приставов вынесено за этот год 273 постановление об ограничении на выезд. Тем самым, это способствует оплате алиментов в связи с тем, что должники не могут выехать, и они оплачивают долг по алиментам. Чтобы помочь гражданам погасить задолженность, судебные приставы направляют неплатильщиков алиментов в центр занятости, где им подыскивают работу. Августина Охременко, Николай Сидоров, События.